Всем привет! У нас сегодня суббота, наши очень хорошие друзья. Я в инстаграме уже знакомила вас с Каей, она тоже блогер, мама блогер, и у нее очень классные наряды. Но суть не в этом. Мы дружим в реальной жизни уже 10 лет, и они сняли несколько домиков в горах, пригласили нас. Конечно же, мы не отказались, поскорее собрались, и вот отправляемся в наше небольшое путешествие на выходные дни. И, конечно же, я беру вас с собой, потому что там очень красиво. Я знаю, что многие любят Закопаны и все окрестности. В общем, если вы когда-то были, то обязательно отпишитесь, как вам, что понравилось, что запомнилось. Поехали! Помните, я говорила, что как-то мало снега? Мы еще не доехали до Закопаново, то есть до самих гор. Это такой городок, который называется Новый Тарк. И мы как-то уже здесь были, в итальянском ресторане, и мы сейчас находимся в центре города. Зачастую в Польше центр города выглядит именно так. То есть площадь и вокруг какие-то рестораны, кафе, магазины. И сейчас очень часто организовывают всякие концерты здесь и так далее. А вот что было раньше, нужно обязательно поинтересоваться. Но как-то так. Мне очень нравится, когда много всяких реклам. Я считаю, что они должны быть запрещены, потому что вот эти все вывески, это все смотрится как-то не очень. В этом городке делают самое вкусное в мире мороженое, которое по-настоящему клубничное, по-настоящему шоколадное. И вот здесь находится памятник. Часть его видна, на котором женщина ест мороженое. Здесь такой небольшой комплекс, состоящий из нескольких домов. И это наш дом на двое суток. О, вау, здесь даже летом должно быть очень-очень красиво. Загар, посмотри, там какая-то крепость. Смотри, там домик кто-то сделал. А ну беги, посмотри, что там. Такая тропинка. Ой, а это... Доброе. Это наш дом. Со второй стороны терраса. Обязательно сюда приедем, когда будет теплее, если нам понравится. Вот я прошла чуть дальше. Садится солнце, не особо видно. Но здесь очень-очень красивые горы. Мне кажется, что мы будем топить камином. Посмотрите, какие детали. Это при входе. Это живое, между прочим. Красиво. Пока мы тут не сильно разложились, давайте рассмотрим нашу комнату. Этот дом рассчитан на 10 человек. И у нас самая большая комната. Наши друзья остаются практически на неделю. И так приятно, что есть декоративные элементы, которые с душой подобраны. И по стилю тоже подходят. И все так очень чисто, аккуратно. Я, честно говоря, даже не знаю, как называется этот комплекс. Но потом у Каи спрошу. И если кому-то вдруг надо, оставлю название в инфобоксе. И здесь у нас... Это не наша детская кровать. Но она потом переедет в другую комнату. И здесь еще две отдельные кроватки для малышей. Очень тепло. И здесь две дополнительные комнаты. Они гораздо меньше. Один санузел с душевой кабиной здесь. Кстати, я еще не была. И второй внизу. Вот. Вижу, что девочки уже немножко разложились. И здесь душ. Вечером здесь так тихо, так спокойно, так уютно. Это как настоящая зимняя сказка. И в доме очень тепло, чисто. Я ничего общего не имею с этими виллами. Ну, как бы... Мы сюда приехали сами, да. Нас сюда никто не приглашал. Просто так получилось, что Кая с друзьями была здесь в прошлом году. Им так понравилось, что они зарезервировали сразу на следующий год. Вот. И здесь у нас получается такой спуск. Все очень ухоженно. Есть и место для гриля. То есть, даже зимой можно им пользоваться. И какие-то качели. Потому что летом люди тоже сюда приезжают. Я говорила вам об этом. И крепость, как видите, что-то там уже придумали мужчины. Захарка катается. У них очень классные зимние сапоги. Они не промокают. Тома купил в Лидле, по-моему. И они еще и светятся. Поэтому я издалека вижу своих детей. Ну, для них это прям кайф чистой воды. Здесь недалеко есть спуск. Не уверена, что вот это он. Но в окрестностях есть несколько. Симожности. Здесь мелкие. А мы их пройвали. Здесь двойные дыраки. Ну, чекай, чего-то? Что случилось? Что случилось? 2% из этого за счетом? Я? Стои были мои? Твои? Так, твои дом. Тома дошковки. Показывали этот шнурсковик, или нет? Камин какой-то твой. Осенький клоу, в Украине. Вообще, спасибо, Кая, что пригласила. Прямо расслабон. Ну, скажите мне, разве это не мечта, проснуться утром с таким видом? Это, конечно, очень захватывает дух, вдохновляет, очищает мысли. И самое классное то, что малыши пошли гулять, а всего-то 9 часов утра. Вот они съезжают, а я за ними наблюдаю. Девочки, мамочки, кто планирует ребенка, или, возможно, вам нужна новая коляска, хочу показать вам ту, которую я сейчас выбрала бы сама. Это коляска Кай, малыш спит, не будем его тревожить. Вот такой бренд. И есть такие красивые модели, и вообще он настолько функциональный, легенький. А вот эта меня просто покорила. Это не коляска, а какой-то Mercedes среди колясок. Посмотрите, у него есть лыжи. Кай, это самая оригинальная джача. Так, так, так. Ала Экстра. А вот и Кая. Я ее не снимаю, но она очень красивая. Да. Мне очень нравятся ее ботинки. Я себе теперь тоже такие хочу. Слушайте, так начинается наша типичная суббота. Мальчишки просыпаются и потом требуют на завтрак тост. Вообще, это, знаете, такой аромат выходного дня. Завтрака именно. И мы не слишком часто покупаем такой специальный хлеб для тостов. Просто берем обычный, обрезаем вот эту корку. Ну, как-то не знаю, мы их так с самого детства приучили. Масло. Здесь сыр. Чаек я уже заварила пораньше. Ветчина и помидоры. Еще они очень любят кетчуп. Но всегда стараюсь дать какие-то свежие овощи. И да, за окном зима. Там столько полезностей в этих овощах. Ну, как-то в моей голове спокойно. И мы стараемся покупать органические овощи именно зимой. Хотя, бог его знает, что там в них. Я бы тоже такое съела. Но стоит шевернуться. Крепатура напоминает о том, как сложно мне дается вообще каждый грамм. Как сильно приходится ограничивать себя в рамках разумного. Просто я склонна к полноте. И набираю вообще от того, что я смотрю на хлеб. А я его так люблю. Вообще все мучные изделия. Всякие тортики. А кто не любит? Нет, ну есть люди, которые не любят. Но я смотрю на них и уже поправляюсь. Поэтому вот как-то после 28, наверное, вообще я заметила. Можете говорить, что хотите. Но я по себе реально заметила, что гораздо сложнее похудеть. И вообще нужно очень сильно следить за тем, что ты. Когда ты ешь? Зачем ты ешь? То есть, знаете, вот бывает какой-то стресс там. И, ну, у меня, кстати, редко такое. Хочется съесть, когда стрессуешь. Но очень многие люди страдают таким. И обратите внимание на то, когда вы заедаете что-то. А, и еще знаете, что я страдаю бессонницей. И чем меньше я сплю масло, блин, такое твердое. Вообще невозможно ему никак разложить. Чем меньше я сплю, тем больше мне хочется каких-то вредностей. И я когда-то читала статью, что реально так есть. Когда человек не высыпается, он больше топчет. Это факт. Вот интересно, у нас мальчишки такие разные. Захар вообще не любит сыр, только в тостах. А Игнаша может прям кусками есть. Ты любишь? Да, иди сюда. Я тебе дам кусочек. Иди. Я же вам говорю. Я вас серьезно не обманывала. Ня. Че булочка? Игнаш, иди покажи своего собаку. Смотрите, у ребенка какая плюшевая игрушка. Он с ней в садик ходит, да? Мы умудрились ее как-то раз потерять. Держи. А у Захарчика ослик. Да, у нас уже два осла, потому что один раз мы его забыли. Вот это трагедия была. Держи сыр. А пса мы тоже потеряли. Держи, Игнашка, это твой кусочек. Пса мы тоже потеряли. И, короче, пришлось час потратить на то, чтобы вообще вспомнить, где мы его оставили. И это было на заправке. Вообще в другом конце Кракова. Просто я была одна с малышами. И, короче, они мне так забили голову, что пока я там закрывала крышкой свой кофе, я просто оставила его на вот этом столике. Или на стульчике. Ну, неважно. Суть в том, что мы потеряли такую большую игрушку. Так, не сыр, а я решила положить ветчину. Сыр. И все. У меня тут такой обычный тостер. Не какой-то навороченный. Этого достаточно. Я вот приехала к своим родителям, к маме, да. Я всю жизнь не обращала на это внимания. Нам 20 лет тому назад подарили тостер такого плана. И на нем написано Панасо Аник. То есть это вообще такая, знаете, чисто китайская подделка. И прикол в том, что он до сих пор работает. Представляете? Облизнулись и идем на тренировку. Сегодня у меня сальсейшн. Чуть позже вам расскажу. И сегодня я, как в старые добрые времена, буду совмещать уход с материнством. Потому что Игнашка выспался довольно поздно. И в ближайшие часа два просто нет шансов на сон. Извините, он тут будет ездить. По-другому никак. Я сегодня запланировала домашний кислотный пилинг. И хотела бы впервые вместе с вами его попробовать. Надеюсь, через пять минут я не буду разговаривать с вами с огненно-красным лицом. Давайте начнем. Я сейчас умоюсь, я не накрашена. У меня чуть-чуть подкрашены брови. И это все, но все равно я выберу какую-то более мощную умывалку моего мужа. Кислотной у меня, к сожалению, нет. Но и это будет хорошо, и это сойдет. И увидимся с вами, покажу, чем я буду пользоваться. Девочки, по-другому никак. Простите за эти шумы. Игнаша собирает машинки из конструктора. Но я очень хотела бы, знаете, первое впечатление записать. Это 30-ти процентный гриполиевый пилинг. Ничего сложного делать не буду. Возможно, вам тоже пригодится. Он еще идет с ретинолом и зеленым чаем. Я все это время пользовалась... Сначала я сделала все по моей схеме. Мне нравилось, как выглядела моя кожа. Потом был небольшой перерыв. Мы отдыхали. Я вернулась и продолжила пользоваться вот такой штукой. Она очень лайтовая. Рассказывала о ней много раз. Это и для начинающих, и для тех, кто хочет поддерживать эффект. Пользовалась я ею один раз в неделю. И иногда, когда мне хотелось немножко осветить кожу, чуть-чуть как бы выровнять рельеф, я пользовалась вот такими тониками от Pixi. С 5% гриполиевой кислоты или миндальным тоником с 5%. Где-то у меня тут в комоде. Но сегодня... Сегодня, значит, что я сделала? Умылась. Дальше нанесла вот этот тоник. Подождала 15 минут. Я только что разговаривала с Машей Серт. Она вот вчера тоже делала этот пилинг. Проконсультировалась с ней. Привет тебе, если смотришь. И сейчас я уже готова наносить вот это чудо. Мне еще понадобится пад. И мне немножко страшно. У меня тут все еще закрыто. Выдавливаю так прилично. Потому что часть впитается в пад. Ватный диск. Нет ничего тут суперкрутого. Обычная вот эта штука. И теперь мне понадобится таймер. Новички наносят на 30 секунд. А продвинутые 1-2 минуты до 10 минут. Я недавно делала кислотный пилинг у косметолога. Так что можно сказать, что я довольно продвинутая. Начинаю с лба. Ничем не пахнет. Под глаза не наносим. Немножко покалывает. Или немножко. Чуть-чуть на шею. У меня реактивная кожа, поэтому скорее всего сейчас я начну прям обильно краснеть. Где черт побери таймер? Секундочку. Считайте там, сколько уже прошло. О май гад. Слушайте, техника в руках дикаря. Не могу найти таймер в телефоне. Черт. А в это время ребенок сильно занят. Игнаш, какие у тебя машины? Быстро ездят, да? Моя ты лапа. Еще минута за нами. Все окей? Давайте еще подержим. В крайнем случае я вам скажу, что вы так не делали. Проверим на мне. Окей, я выдержала 4 минуты. Ребенок хочет спать. Пора смывать все свои пилинги. Покажу, что я нанесу поверх для того, чтобы как-то восстановить кожу, успокоить ее. Но, как видите, трагедии нет. Да, помогу. Сейчас наношу эссенцию от Миша. Что тебе поможет, Зайка? Вот что самое интересное, спать он сейчас точно не будет. Очень долгое время на ночь я пользовалась вот этой штукой от CeraVe. Именно первым я покупала ее на iHerb еще летом. И сегодня мне хочется чего-то помощнее. И так как я снова обзавелась этим кремом от SkinCeuticals, то я намажусь им. Но если у вас есть какая-то классная увлажняющая маска, может быть, ночная маска или хороший такой даже питательный крем, то несите его. Этот мне очень нравится. Он вообще шикарен. Вот если бы меня кто-то спросил, Оля, на что стоит потратиться на него. Здесь такая лопаточка. Все круто. Не в лопаточке счастье, конечно. Мама! Ну да! Достаточно. Ну, может еще поверх нанесу какую-то маску начну. Вы знаете, по ощущениям кожа такая более упругая, гладкая, как будто свеженькая. Но утром будет более замерзный результат. Я жива, короче говоря. Как видите. И дальше посмотрим, что будет утром. Также на шею. Черт! Такой дорогой крем у нас на шею. Жалко! Все, пойдем, пойдем, пойдем. Встану, встану. Ну что, доброе утро. С момента пилинга прошло 3 дня. Я так замоталась, что я просто забыла вам показать. Но, пожалуйста, поверьте мне, что не было никаких раздражений, дополнительных высыпаний, каких-то непонятных ситуаций и сухости. Но моя кожа уже привыкла к пилингам, к кислотам, к витамину С и ко всему остальному. Поэтому, мне кажется, что если вот так чуть-чуть подержать, можно еще меньше. То даже новичкам можно пользоваться таким пилингом. И где-то так до конца марта, если вы живете приблизительно в таком регионе, как я, нет активного солнца, то можно еще делать пилинги дома. Вот. И сейчас я без макияжа. Нет, я вас обманываю. У меня чуть подчеркнуты брови. Я проспала. Ну, чтобы хоть какую-то рамку своего лица нарисовать, я подчеркнула брови и еду к парикмахеру. Я не стриглась больше 4 месяцев. И в прошлый раз я очень сильно страдала по поводу своей стрижки. Причем так получилось чисто по моей вине. Звонить телефон. Так как меня нормально постригли, я потом говорю, гулять так гулять, давай еще, обрезай, рискнем. Я вышла, я была настолько злая. Я помню, что... Ой, ну это был капец. И, короче, волосы отросли. Причем они отросли настолько быстро. Я смотрю уже ни туда и ни сюда. Уже непонятно, что у меня. Коре или что? А, и еще то, что меня просто вот как-то шокировало. Мы заболтались, и она так раз спереди чеканула такую длинную как бы челку. О, нет, короткая стрижка плюс челка, сразу лицо, знаете, в два раза больше. Так что в этот раз я еду для того, чтобы просто выровнять волосы, так как они неравномерно отрастают, а мне нравится такой четкий срез. А что из этого получится? У меня такой парикмахер, она всегда говорит, сколько нужно срезать, и я буду слушаться ее, а не командовать. А то я в прошлый раз так докомандовалась, что чуть не офигела. Вот, что-то еще детишек я отвезла. И вчера ко мне приезжала подружка с подарками на день рождения, на праздники. И вот мы вернемся, я покажу вам. Она просто вообще золото. Она настолько хорошо меня знает. Дело не в подарках, а дело во внимании. И, честно говоря, когда Томак спросил меня, что тебе подарить на день рождения, я сказала, у меня все есть, ничего не надо. Интересно, свитер все еще, как бы, кажется, в ворсинках. Я его так долго очищала. Говорю, ничего мне не надо дарить. Ну, то есть, они очень классно меня поздравили с тортиком. Томак их заставил выучить стишки. Это все в постели было так мило. Вот. А что касается подарка, то мы планируем такой конкретный подарок уже, да. Но просто нужно подождать. Я очень надеюсь, что я с вами чуть позже поделюсь. Так что, внимание, самое главное. Но очень прикольно. Знаете, подружка вчера пришла и принесла целый пакет таких разных подарков. И все то, что я люблю. И это было настолько трогательно как-то вот, что человек просто заморочился и искал то, что мне реально может понравиться. Я не могу сказать, что мне сложно угодить с подарком. Вообще, если мне просто цветы отправят, мне будет так приятно. Или там кто-то что-то приятное напишет. Это уже много для меня. Вот. Но у меня еще Настя такая, что она прям всегда знает, чем меня порадовать. И это, наверное, говорит о том, что человек тебя реально хорошо знает. По поводу друзей, по поводу какого-то морального состояния, бессонницы, наверное, я чуть позже расскажу. Я долгое время не снимала влоги. Мне хотелось немножко закрыться. Причем, знаете, даже в личной жизни это произошло. Ну, то есть я как-то начала отдаляться от своих друзей даже. Мне просто хотелось побыть одной, подумать. Было много моментов, которые нужно было обсудить с самой собой. И надо возвращаться к нормальной жизни. Ну, не то чтобы со мной что-то было не так, но просто иногда нужно просто побеседовать со своим вторым я и понять вообще, что происходит для самой себя. Вот. Поехали встречся. Кстати, мне кажется, что когда у меня наступает такое состояние дзена, то есть все разложено по полочкам внутри, вот здесь. Мне хочется обрезать волосы для того, чтобы начать какой-то новый этап. В общем, да, поехали. Ну что, процесс пошел. Обратной дороги нет. Все, как новая. Минус полтора сантиметра, а счастье и легкость и столько, как будто полметра отрезала. Я сейчас приехала в Скавину. Здесь до сих пор все перерыто. Какие-то проблемы с той компанией, которая должна была сделать здесь пешеходную зону. И очень долго у меня была такая ностальгия по нашему дому, по нашей квартире. Но спустя год я привыкла. Не знаю, я очень привязываюсь к тем местам, где живу. Я вернулась домой и не с пустыми руками. У меня здесь две покупочки. Это я давно хотела попробовать. Это средство от Holy Land. Интересная штучка на основе кислот, которая наносится точечно. И она имеет такой как бы тонирующий эффект. То есть она подкрашена. Но ею можно пользоваться и под макияж, и в качестве самостоятельного средства, и даже на ночь. То есть больше как уходовое средство. И интересно, она такая бежевая, очень тоненько ложится и имеет пудровый финиш. Но это не тон и не корректор. Больше как лечение. Большой объем. Не знаю, начиталась. Интересно будет протестировать. А вот это, это между прочим украинская разработка. Этот бренд славится разными препаратами для инъекций на основе гиалуроновой кислоты. И также они добавили сюда янтарную кислоту, которая заживляет. Ну, в общем, тоже нахвалили так, что мне стало интересно. И это как бы сыворотка с гиалуронкой, с этой янтарной кислотой в виде спрея. Вот так это все выглядит. То есть по форме выпуска напоминает термальную воду. Но имеет совершенно другие функции. То есть она тоже успокаивает, должна задерживать влагу, которая есть в нашей коже. То есть это не увлажняющая штука. Она просто предотвращает испарение влаги, которая уже есть в нашей коже. В общем, я подумала, что будет весна и хочется чего-то более легкого. Не могу дождаться сегодня вечером. Вот этим всем воспользуюсь. Еще мне дали несколько пробников от Holy Land. Вот они. Это линейка Alpha Beta. И я постараюсь вот эти два пробничка растянуть на неделю использования, чтобы понять, как мои кожи с ними. Но давайте теперь посмотрим подарки. У меня тут целая гора презентов. И посмотрите, какое безобразие. Мне подарили гиацинт. Я вставила его в чашку, потому что ничего не могла придумать. И почему же эти цветы так неровно растут? Как их выровнять, девочки? Вы у меня все знаете. Вы мне точно подскажете. Он растет вбок. Очень интенсивно пахнет. И этот цветок ассоциируется у меня прямо с весной. Кстати, вот эти вот подсвечники я купила тоже на распродаже. Они идеально подошли к вот этой свече. А вот эту свечу мне подарила Моника. Это девушка. Это как бы вообще семейная пара, с которой мы познакомились в Египте. И оказалось, что они живут в Кракове. И они были у нас в субботу. У нас тут была нехилая вечеринка. Вот они принесли мне свечу. Очень красивая. Я подозреваю, что она из H&M. Но, похоже, есть в Юске, в Заре Хоум. Я очень люблю такой дизайн. И она прям безупречно вписалась в наш интерьер. Вот мне кажется, когда идешь в гости и хочешь подарить свечу, возьми белую. Точно не прогадаешь. Она подойдет вообще всем и каждому. И пахнет очень классно. Вообще, замечательный подарок. А вот моя Анетка принесла мне подарок на праздники. Та-дам! Очередные свечи с надписью Love. Зеленый цвет мне тоже нравится. Запахло весной. Ой, такой аромат интересный. Чем-то таким травяным пахнет. Классное. Можно будет расставить все. Вот эта дорожечка мне очень нравится. Дальше Анетка подготовила мне, смотрите, это просто отвал башки. Это парфюмированное саше, которое можно повесить в шкафу. Кстати, у меня такого нет. Я раньше покупала специальные деревянные шарики, пропитанные разными ароматами. Но потом забыла. Дальше она мне подарила пижаму. Причем она знает, что я не люблю всяких там Микки Маусов. Микки Маусов просто обычная, красивая, такая базовая, даже не пижамка, а это ночнушка. И это ойшо. Класс. Внизу тоже есть кружево. Еще здесь, смотрите. Она просто так меня порадовала своим вниманием. Видите? Почему у меня такие руки какие-то сухие? Я думала, что уже весна наступила, но прохладно, видимо, перемерзли. Простите, сейчас намажу кремом. Это браслет. Вот если вы видите, у меня какие-то подвесочки такого плана, или у меня сердечко есть золотое. Это все из магазина Анетки, который находится в скамине. Теперь подарки на день рождения. Набор косметичек, чтобы я могла возить весь свой косметоз. Причем для каждой поездки можно использовать или все сразу, или выбирать размер, исходя из того, сколько всего я тяну с собой. Вот такого цвета. Полосочку. И тадам! Красная. Это вообще... Вспомните, я говорила, что я испортила свои леггинсы кожаные. Анетка нашла почти такую же модель, тоже из Zara. Она где-то купила ее на Allegro, но она знала мой размер. Короче говоря, теперь у меня есть леггинсы. Я не знаю, как она это поняла из моего видео, потому что она не знает русский. Дальше. Та-дам! Да, это очередная формочка от Анетки. Она знает, что я люблю всякую там посуду. И она темно-синего цвета. Причем вот такого размера и вот такого диаметра у меня еще нет. Я не знала, как вам это показать, так как меня некому поснимать. Но она подарила мне фартук. Наконец-то я не буду готовить во всех своих смокингах, нарядных платьицах. И я все разглажу и обязательно буду пользоваться. Видите, что у меня радости полные штаны. Я уже хотела с вами прощаться. Но если вы вдруг живете в Польше, делюсь с вами информацией, что в Pepco... Там не всегда бывает что-то классное. Но я нашла там вот такие огромные бокалы. Они рассчитаны на 700 мл. Для красного вина или для каких-то коктейлей. Я недавно показывала вам в инстаграме. Апероль шприц мы с Анеткой пили. И они такие красивые и стильные, с черной ножкой. Я купила 6 штучек. Надо будет докупить еще. И они не очень дорогие. Так что если вы проживаете здесь, мотайте на ус. Если вам нужны такие бокалы. Все. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.